Российские сельскохозяйственники изучают опыт якутских коллег. Сегодня в столице республики начал работу Всероссийский семинар-совещание «Государственная поддержка малых форм хозяйствования и устойчивое развитие сельских территорий». И первым делом участники семинара посетили Намский УЛУС. Подробнее в материале Александра Охлопковой. В селе Никольца Намского УЛУСа сегодня открыли новый животноводческий комплекс. Строение рассчитано на 68 голов с телятником. Комплекс полностью механизирован. На строительство объекта потрачено около 13 миллионов рублей, из которых 6 миллионов – средства федерального гранта. Отметим, что Минсельхоз России реализует 10 проектов поддержки. Наиболее востребованным и капиталоемким считается грантовая система. Открытие этого комплекса стало своего рода показательным примером развития сельского хозяйства в нашем регионе. Свидетелями этого события стали представители федерального министерства, а также около сотни гостей из 40 российских регионов. У нас убедительная просьба, и эти письма вы получите за подписью первого заместителя министра, чтобы приоритет, вот уже при распределении вот этих сумм, которые придут ваши субъекты, вы отдавали семейно-животноводческим фермам мясного и молочного направления. Вот именно вот эти дополнительные, которые вы получите. Ну и эффект вы видите. Индикаторы с этого года тоже изменены. Это количество созданных рабочих мест. Вы знаете, до этого, с 2012 года, у нас было количество крестьянско-фермерских хозяйств, которые получали грантовую поддержку. С этого года у нас количество рабочих мест. Гости посетили убойный цех в Никольцах, погостили в молодежном микрорайоне села Первый Хомустах. Участки здесь начали раздавать еще в 2007 году, а сейчас, благодаря программам Минсельхоза, в микрорайоне уже больше 100 строений. Многих гостей удивил размах проекта компактной застройки «Квартал Озерный» в селе Апаны. Этот объект своего рода можно назвать «селом в селе». Здесь на Озерном выделено около 500 участков. Свет, газ, водопровод подведены, дороги асфальтированы. В этом году планируется ввести 5000 квадратных метров жилья. Мы приехали, по сути, для того, чтобы опыт перенять. То есть у нас есть идеи создания подобных поселков. То есть тоже такого масштаба, достаточно крупного. И мне было, конечно, интересно узнать, как это так получается реализовать еще в такой республике, где, в общем, плотность населения невысока. Но нам очень понравилось. Более детально разобраться в нюансах реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий и поддержке малых форм хозяйствования гости смогли на Курклом столе. Многие отметили системность поддержки сельского хозяйства в республике со стороны местных властей. Тут действительно видно, что ваши деятели государственные и депутаты принимают очень много законодательных актов, очень много программ разрабатывают отраслевое министерство сельского хозяйства. И видно, что эта работа проводится не от случая в случае, а системно в течение многих лет. Более 20 лет, как я уже тут поняла, очень много внимания уделяется, и особенно в денежном содержании, как господдержка на развитии села. Отраслевики завтра продолжат работу. В планах посещение Тасыр-Кангаласы, круглогодичной теплицы Саюри. Мероприятие завершится итоговым семинаром совещания. Александра Хлопкова, Андрей Секретов, НВК Саха, Намский Улус, Якутск.